Здравствуйте, уважаемые любители спорта! В эфире очередной выпуск спортивного обозрения Time Out, который представляет вам Управление физкультуры и спорта, администрации Лобинского района и Лобинского городского поселения. В студии Андрей Топчен. Начнем выпуск с тэквондо. Это такой вид восточных единоборств, в котором главную роль играют ноги спортсмены. В Лобинске 28 мая в зале спортивной школы единоборств прошел открытый турнир Лобинского района по этому виду спорта. Цель турнира – повышение спортивного соревновательного опыта самых маленьких спортсменов, а также повышение спортивного мастерства ребят постарше. В турнире приняли участие более 50 тэквондистов разных категориях. Это корейский вид спорта, олимпийский, корейский вид спорта. Сюда включаются удары корпус, голова, любители экстремалы, резких движений. Мы участвовали уже дважды в Спартакеадах. Ребята участвовали в первенстве, в старшую группу, в младшую. У нас пятые, шестые места, пока барьер мы не перешагнули. Но в прошлом году в Спартакеаде у нас была бронза одна. И командное место у нас середина. Пока в этом виде спорта у лобинцев нет громких результатов и сенсационных побед. Но это дело времени. Тренер Александр Атищенко работает в школе всего два года. Нарабатывает, так сказать, костяк команды. Возит воспитанников на различные сборы, открытые турниры и соревнования. Сергей Фалерий – студент лобинского аграрного техникума. Занимается тэквондо около двух лет. Был призером Кубани в своей категории. Звободно занимаюсь. Занимаюсь этим видом спорта, в отдельности от других видов спорта. Потому что мне очень нравится махать ногами. Это красиво. Олимпийский вид спорта. Мне очень нравится. Тэквондо – это очень контактный вид спорта, в котором частенько можно получить ногой в голову. Но это не пугает, на первый взгляд, хрупких девушек. Татьяна Бугаева, ученица четвертой школы, пришла сюда всего полгода назад. Удары ногами ее не только не напугали, а наоборот заинтересовали. И девушка стала тренироваться и ездить на соревнования. Как и спорта, мне нравится тем, что большую часть задействована ногами. Мне нравится большую часть, чтобы были ноги только задействованы, а не руки. Победителями в своих возрастных и весовых категориях стали Кучеров Данила, Китаренко Данил, Игольницын Егор, Игольницын Артем, Куценко Богдан, Иванова Татьяна, Верезьян Эдуард, Шабунин Василий и Лишневский Александр. Победитель турнира Данила Кучеров знает секрет успешного выступления на любого рода соревнованиях. Нужно не иметь страха в душе, нужно идти и не переживать в бою. Когда ты переживаешь, ну, теряешься, не можешь ударить, переживаешь, падаешь. И вот все в этом духе, потому что, когда ты переживаешь, у тебя разум за темною. Ты должен понимать, что ты выходишь на бой. Не на улице, а на татаме. Поэтому нельзя бояться. Победители и призеры турнира были награждены грамотами и медалями. Теперь перенесемся на стадион Труд, где 29 мая в рамках 23-х сельских спортивных игр Кубани прошли лично команды соревнования выполнения нормативов комплекса ГТО. На старт вышли более 60 спортсменов. Это команды из Чемлыкской, Владимирской, Вознесенской, Ахметовской, Засовской, Упорной, поселка Красный и Хутро Первосинюха. Все спортсмены должны были выполнить 6 нормативов комплекса ГТО. Каждый норматив в ступени комплекса оценивался по очкам. Так, нормативы золотого значка оценивались в 3 балла, а бронзового значка в 1 балл по сумме набранных очков и определялся победитель в личном и командном первенстве. Стоит отметить, что около 20 лет в стране не было данного комплекса и подобные соревнования не проводились. Поэтому эти соревнования бесспорно войдут в историю лобинского спорта и их участники уже вписали в нее свои имена. Победителями в личном зачете среди женщин стали Безреброва Сюзанна, на втором месте Костицына Наталья из поселка Красный и третье место Усасина Инны из поселка Красный. Победителями личного первенства у мужчин стали Сулима Андрей, первое место из поселка Красный, Мельников Александр, второе место из поселка Красный и Енинка Трофим, третье место из Таницы Засовской. По решению судейской коллегии этих соревнований самыми быстрыми признанными Шахова Софа пробежала 100 метровку за 14,9 секунды и Горбиков Никита пробежал 100 метровку за 12,3 секунды. Самыми сильными стали Шахова Софа, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 42 раза и Волков Юрий, подтягивание на перегладине 23 раза. Сильнейшими в упражнении наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке стали Ананченко Татьяна 21 см и Третьяков Роман 25 см. По итогам соревнований будет формироваться сборная Ладнинского района, которая примет участие в финальных стартах сельских игр 2016, которые состоятся в городе Ейске. В общекомандном зачете первое место у поселка Красный, второе у Владимирцев, третье у Ахметовцев. Судейство соревнований обеспечил центр тестирования ГТО нашего района. С 2017 года все желающие стать обладателем значка ГТО могут пройти тестирование в центре и получить консультацию. Теперь поговорим о дзюдо. В Анапе с 27 по 29 мая прошел чемпионат вузов МВД России под дзюдо. Участие приняли более 380 спортсменов из 62 субъектов Российской Федерации. Лавинские спортсмены выступили очень успешно и заняли следующие места. Первое место у Арсена Михайляна в весе до 90 кг, у мастер спорта России под дзюдо и самбо. Третье место у Сергея Хованского в весовой категории до 60 кг, у мастера спорта международного класса под дзюдо. Также первое место в весе до 60 кг занял Максим Торопцев, мастер спорта под дзюдо и самбо. В завершении выпуска несколько слов о плавании. В городе Краснодаре прошли краевые соревнования по плаванию «Здравствуй, лето». Такие мероприятия проводятся впервые с целью популяризации этого вида спорта. В состязаниях от Лобинского района приняли участие дети младшей возрастной группы. Девочки 2005-2006 годов рождения и мальчики 2003-2004. Наша команда выступила достойно и привезла 4 медали. Победительницей стала Ересова Карина на дистанциях 50 и 100 метров на спине. Малышев Кирилл занял третье место на дистанции 100 метров вольным стилем. Маршов Владимир на дистанции 50 метров на спине третье место. Ересова Карина выполнила второй спортивный разряд. На сегодня это все о спорте. Всего вам доброго. До свидания.